Канал туманный, грибоедов, Сквозь двести лет шуршит вода. Немного в мире переехав, Приходишь с изнала сюда. Канал Грибоедова, длиной пять километров, Стоит по протяженности на втором месте После обводного канала И начинается от реки Мойки В районе конюшенной площади И впадает в реку Фонтанку, В нижнем ее течении. Изначально петербургские каналы Должны были служить Отводом воды из Невы В случае наводнения, Во что, как во спасение от стихии, Искренне верили в то время. Одним из первых таких сооружений Стал канал, Соединяющий реку Кривуши с Мойкой В районе болотистого тогда, Марсово поля. При императрице Елизавете, Отец светлейшего князя Кутузова, Иларион Матвеевич Кутузов, Представил государыне проект О проведении канала Для предотвращения жителей столицы От гибельных последствий наводнения. Проект этот был приведен в исполнение Только в царствовании Екатерины II. Работы закончились в 1790 году. Кутузов получил за эту работу Золотую табакерку, Осыпанную бриллиантами. Проложенный канал назвали Конюшиным, По названию Конюшенного ведомства, Располагавшегося по его берегам. Руслом канала стал проток, Известный как Глухая или Черная речка, Который был настолько извилистым, Что в Петербурге называли его Кривуши. Речку углубили, соединили с мойкой И на участке от Конюшенной площади Даневского проспекта выпрямили. На остальном протяжении русло канала Оставалось извилистым, Сохранив тем самым его природную живопись, До сих пор поражающие воображения Художников и поэтов. Позже название изменили на Екатеринской, В честь императрицы. Предполагалось создание таким образом Сквозного канала от мойки до устья фонтанки. В 1869 году канал хотели засыпать И по его руслу проложить так называемый Проспект Славы В честь царя-освободителя Александра II. Однако проект был отвергнут. Еще раз к нему вернулись в начале 20 века, Накануне Первой мировой войны. Проект активно поддерживал Один из авторитетнейших архитекторов Петербурга Павел Сюзер. Но из-за недостатка средств от него отказались. А позже имя Александра II в Новой России Стало неактуальным. В 1923 году канал был переименован В канал имени писателя Грибоедова. Собор Воскресения Христова на крови Или храм Спаса на крови Сооружен в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года В результате покушения Был смертельно ранен император Александр II. Выражение «на крови» указывает на кровь царя. В самые короткие сроки На месте покушения По правиту Леонтия Бенуа Была выстроена временная часовня. В 1883-1907 годах По указу императора Александра III Архитектором Альфредом Парландом На средства, собранные по всей России Был возведен храм Как памятник царю-мученику. Храм является настоящим музеем мозаик. Под его крышей собрана Крупнейшая коллекция мозаик. Работы отечественных мастеров 30 октября 1930 года Храм был закрыт. А спустя год Было принято решение О разборке здания. Однако сроки данной процедуры Обозначены не были. В связи с чем Спас на крови Простоял до начала Великой Отечественной войны. Когда перед властью возникли Другие вопросы. Не потерявшие чувство юмора Ленинградцы Прозвали недействующий храм Спасом на картошке. Из-за того, что одно время Он использовался как овощехранилище. Во время блокады Спас на крови Выполнял функцию морга. А после войны Здесь разместился Склад театральных декораций. На протяжении 1970-х 1990-х годов В здании проводились Инженерные, общестроительные И реставрационные работы. Фасад закрыли Строительными лесами На 14 лет. Среди горожан Существовало поверье Мол, как только со Спаса Снимут леса Рухнет весь Советский Союз. Это может показаться Небылицей Но факт остается фактом. В 1991 году Храм освободили От строительных лесов. А чуть позднее В августе того же года Пришел конец советской власти. Позолоченные кресты Храм отделан заново. Наконец сбылись мечты Саши Розенбаума. Говорят, что в свое время, Чтобы спасти убранство храма От большевиков, Горожане сняли с него кресты И опустили их на дно Канала Грибоедова. Впоследствии, Когда Спас на крови Начали реставрировать, Никак не могли отыскать кресты. Случайный прохожий, Знавший легенду, Посоветовал поискать Убранство в воде. Бригада водолазов Обследовала дно И, ко всеобщему удивлению, Нашли спрятанные святыни. И те вернулись На свои места. В 1960-х годах Храм был закрыт. Но все мемориальные доски В основании храма, Свидетельствующие О российских победах, Поддерживались народом В идеальном состоянии. Народ чтил Свои памятники. Немного магии чисел. Высота храма составляет 81 метр. В 1881 году Умер Александр II. А высота второго купола 63 метра. Императору на момент смерти Было 63 года. В 1961 году В центральном куполе храма Был обнаружен немецкий Фугасный снаряд. При осмотре оказалось, Что это 240-миллиметровый Фугасный снаряд Массой около 150 килограммов. 28 октября 1961 года Снаряд был извлечен И уничтожен. По Ленинграду прошел слух. Спаситель защитил. А спас на крови, Которую в очередной раз Хотели разобрать, Оставили в покое. Дом компании «Зингер» Известный так же, как «Дом книги» Был построен в 1902-1904 годах По проекту архитектора Павла Сёзера Для акционерной компании «Зингер» В России. Американский изобретатель И промышленник Исаак Мерит Зингер Расположил челнок швейной машинки Горизонтально, Благодаря чему Нить перестала запутываться. Это изобретение Стало базовой схемой Швейной машины На долгие года Изначально предполагалось, Что это будет небоскреб, Как в Нью-Йорке Зингербилдинг В 47 этажей Но в Санкт-Петербурге Было запрещено Возводить постройки Выше Зимнего дворца Однако Павел Сёзер Нашел способ И поставленную задачу исполнить И запрет не нарушить Запрет относился Только к фасаду Мансарда же и купол Не является его частью К тому же Выполненные из стекла Они настолько легко Вписались в окружающее пространство Что не нарушили величие Основных достопримечательностей Вокруг Не только высотой Отличается офис компании Впервые в России Здесь появились лифты А уж новаторский способ Очистки крови от снега С помощью пара Подаваемая под высоким давлением И вовсе поражал воображение Зингер первым Начал продавать швейные машины В кредит В Петербурге даже появилась поговорка От Зингера бегать Что означало Приобрести товар в рассрочку И затем скрываться от платежа С 1938 года В здании располагается Дом книги Сейчас в здании разместилась И команда социальной сети ВКонтакте Рядом с Казанским мостом В 1801-1811 годах На месте церкви Рождества Богородицы Архитектором Андреем Воронихиным Для хранения чтимого списка Чудотворной иконы Божией Матери Казанской Был построен Казанский собор После Отечественной войны 1812 года Собор приобрел значение Памятника русской военной славы В 1813 году Здесь был похоронен Полководец Михаил Илларионович Кутузов Помещены ключи От взятых городов И другие военные трофеи Интерьер собора Сильно пострадал При изъятии в 1922 году Церковных ценностей По приблизительным данным Из храма было изъято Около двух тонн Только одного серебра Погиб уникальный Серебряный иконостас Серебро переплавили И оно исчезло бесследно В 1932 году Здесь разместился Музей истории религии Этеизма Интересные факты Из истории музея Тех времен В 1960-х годах КГБ заинтересовалось Деятельностью Ленинградских сектантов У которых на молениях Появились старинные книги С текстами проповедей Оказалось, что старинная Литература была украдена С чердаков Казанского собора На которую сектанты Попали через леса В которые был одет собор Во время ремонта фасада В 1932 году Когда собор закрыли Книги, находившиеся В церковной библиотеке Были свалены в кучу На чердаке храма И никем не охранялись Закрыли И забыли Вспомнили библиотеки Только в связи с делом Сектантов Когда стали разбирать Эту библиотеку Обнаружили Прижизненное Издание Дидро По-видимому Книги Эти были Из библиотеки Екатерины Так как известно О ее Екатерины С ним переписки Когда книги Показали заведующему Библиотекой музея Он сказал Эти книги Нам не нужны У нас есть Последнее издание Госполит издата С 1991 года Казанский собор Действующий храм С 2000 года Кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви Всего Через канул гриба этого Переброшен 21 мост Но среди них Есть те Что очень выделяются Тройной Или трехколенный мост Это неформальное название Уникальной мостовой композиции Соединяющие между собой Три острова Спасский Первый Адмиралтейский И Казанский Театральный мост Получил название В честь находившегося рядом Деревянного театра На Царицыном лугу Ныне Марсово поле Построен театр был В 1770 году Но в 1797 году Его снесли Так как здание мешало Проведение парадов Новоконюшенный мост Расположен у восточной части Конюшенной площади Рядом с храмом Воскресения Христова Нынешний железобетонный мост Был построен в 1967 году К сожалению Днем его рассмотреть невозможно Так как он всегда заставлен Экскурсионными автобусами Итальянский мост Пешеходный мост Получил свое название В 1910-х годах По расположенной рядом Итальянской улице В 1766 году Деревянная переправа Створеневского проспекта Была заменена на новую Каменную Однопролетную Сводчатую Строительными работами Руководил Иларион Матвеевич Галюнищер Кутузов Мост получил имя Рождественской По расположенной Рядом церкви Рождества Богородицы Которую со второй половины XVIII века Стали называть Казанской По чудотворному образу Казанской иконы Божьей Матери Название Казанский мост Закрепилась И за новым Каменным мостом Ширина моста 95 метров Это третий По ширине мост В Петербурге После синего И аптекарского мостов Банковский мост Напротив ворот Государственного Ассигнационного банка По краям стоят Фигуры Величественных Грифонов Из их пасти Выходят Металлические Цепи На которых Держится Подвесной мост По известной Легенде Грифоны Охраняли Золото Поэтому они Стали защитниками Ассигнационного банка Мучной мост Своё название Получил В 1952 году По названию Мучного переулка Каменный мост Построен В 1778 году В створе Гороховой улицы Демидов мост Пересекает Канал По оси Переулка Грифцова Ранее Демидов Переулок Синой мост Пешеходный мост Связывает Между собой Набережные Канала Напротив Синой площади Кокушкин мост Назван По фамилии Купца Василия Кокушкина Дом которого Располагался На углу Кокушкина Переулка И Садовые улицы Александр Сергеевич Пушкин Увековечил Кокушкин мост В эпиграмме На иллюстрацию Нотбека К Евгению Онегину Опубликованную В Невском Вальмонахе Иллюстрация Пушкину Совершенно Не понравилась И поэт Не сдерживаясь Сделал к ней Подпись Вот перешет Через мост Кокушкин Оперший Жу... Гранит Сам Александр Сергеевич Пушкин С Масье Онегином Стоит Не удостаивая Взглядом Твердыню Власти Роковой Он крепости Стал гордо Задом Не плюй в колодец Милый мой Вознесенский мост Пересекает Канала Грибоедова По оси Вознесенского Проспекта Вокруг моста Разворачиваются Многие события В романе Достоевского Преступления И наказания Подьяческий мост Название получила От Большой Подьяческой Улицы Которая В свою очередь Как и соседние Малая И Средняя Подьяческая Была названа Восемнадцатом Веке Поселившимся В этом районе Петербурга Мелким Чиновником Которых Называли Подьячьими Львиный мост Бесячий Пешеходный Он перекинут Через канала Грибоедова В створе Львиного Переволка Название Мост получил От четырех Чугунных Скульптур Львов Работы Скульптора Соколова Расположенных По углам Моста Функцию Пилонов Выполняют Декорированные Скульптуры Львов Чугунные Рамы Харламов Мост Расположен По оси Проспекта Римского Корсакова Находящимся Рядом С мостом Домом 104 Поселился После приезда В Петербург В 1816 Году Александр Сергеевич Грибоедов Новоникольский мост Расположен В створе Никольского Переволка И Никольской Площади Рядом С мостом Никола Богоявленский Собор Архитектурный Памятник И действующий Собор Его история Связана С Российским Флотом Раньше Здесь Была Никольская Церковь Куда Могли Заходить Офицеры Адмиралтейства Но По указу Елизаветы Петровны На средства Морского Ведомства Был Возведен Морской Собор Со времен Правления Екатерины Великой Здесь Стали Праздноваться Главные Победы Русского Флота Во время Блокады Здание Было Сильно Повреждено Но Уже В 1950 Годах Его Восстановили Сейчас Сюда Приходят Любители Русской Православной Культуры Также Собор Примечателен Как Яркий Памятник Архитектуры Красногвардейский Мост Образует Единый Архитектурный Ансамбль С Пекаловым И Староникольским Мостами Построен В 1956 57 Годах В связи С необходимостью Прокладки Здесь Теплотрассы Название Пекалов Мост Известно С 1798 Года И происходит От фамилии Подрядчика Строительных Работ Пекалова Легендарная Семимостя Расположена При пересечении Двух Каналов Грюкова И Грибоедова Отсюда Вы можете Лицезреть Сем Мостов Одновременно Существует Предание Нужно Загадать Желание Рассмотреть Семь Мостов И Желание Сбудется Но Даже Те Кто Не Верит В Подобные Вещи Увидят Здесь Много Интересного Могилевский Мост Расположен По оси Лермонтовского Проспекта Рядом С мостом Находится Православная Свято-Исидоровская Церковь Эстонского Православного Братства Построенная В 1903-1907 Годах Архитектор Полищук Аларчин Мост Название Известно С 1761 Года И Произошло От неправильного Произношения Фамилии Известного Галерного Мастера Аладчаниного Жившего Поблизости В конце XVIII Века Коломенский Мост Пешеходный Мост Название Моста Происходит От Коломны Старинного Наименования Района Санкт-Петербурга Это Первый И единственный В городе И в России Цельносварной Алюминиевый Мост Построен На месте Деревянного Моста В 1969 Году И Заканчивается Наше путешествие У Мала Калинкина Моста Который Расположен В месте В падении Канала Грибоедова В Фонтанку Название Известно С 1761 Года И дано По находившейся В 18 веке На левом берегу Фонтанки Калинкиной Деревни Рядом Но уже По Фонтанке Старо Калинкин Мост Расправив Гордо Золотые Крылья Грифона Над седой Водой Застыли Задумались О чем-то О своем Канала Чуть заметное Течение Поднимет Нам с тобою Настроение По набережной Медленно Пройдем Здесь Новостроек Нет Одни Святыни Для петербуржцев Тут места Святые И всем Кто гостем В город Мой попал Я предлагаю Может Не забудут По Невскому Гулять То точно Будут Свернуть На Грибоедово Канал